Добрый день еще раз всем. И сегодня я хотела немного связать все понятия, о которых мы говорили в прошлый раз, богословение святость, с каблистическими понятиями. Может быть, в дальнейшем маниту это и больше прояснит и свежит, но, может быть, сегодня уже стоит нам как-то... Все равно мы живем в мире, где эти понятия постоянно пользуются, ими, апеллируют в различных ситуациях, приводят разные совершенно примеры, как это работает в разных ситуациях. А для маниту это то, что он объясняет в богословении святости, это основа, основа его системы, которую мы начали учить с самого начала книги, и в которой он все время нам напоминал, что главная цель утворения – это поставить человека в ситуацию свободного выбора, когда он может заслужить свой мир с помощью, который он получил бесплатно, и поступая морально, делая правильный моральный выбор, он становится сучастником творения, продвигаясь мир к идеалу. Это общая такая картина, и в рамках этой картины мы видели, что Всевышний покинул мир, скрылся из него в шестой день, чтобы оставить человека в свободу выбора. И тут мы встретили два понятия – благословение и святость. То есть это понятие для нас не новое. И в царе мы читаем, что Бог благословил мир и осветил его, и есть разные объяснения, и дальше Монету нам разъяснит это так, как это разъясняется в царе, и свяжет эти две картины – философскую и конкретно описанную в царе, связанную с комментариями Раши. Но сейчас я хотела посмотреть на эту картину со стороны каббалистической. На самом деле она описывает совершенно то же самое, просто другим языком. И вот эта картина каббалистическая, с одной стороны, она возникает из ощущения некого противоречия, которое надо разрешить, философского, чисто логического, не связанного с переживанием человека, с целью человека в этом мире. А просто, когда философ смотрит на мир и размышляет о том, есть ли в мире Бог или Бог от мира отделен, у него возникает вопрос логической неувязки. Если Бог существует в мире, как может быть, что мир несовершенен? Потому что Бог ясное дело совершенен во всем. И тут никакого ущерба не может быть мира, никакого несовершенства. Все должно быть идеально. Мы видим неидеальный мир, если Бога в мире нет. Как это может быть? Потому что мы знаем, что весь мир, есть такое выражение, нет места свободы от него. Как в принципе может быть, что Бога в мире нет? И на основе этой, чтобы как-то попытаться разрешить этот парадокс, Резаль строит некую систему, некую картину, которая говорит, что на самом деле, как бы, действительно, Бог находится всюду, но чтобы создать мир, чтобы дать возможность миру существовать самостоятельно, он редуцировал себя, создал пустое пространство, создал место для мира, то есть убрал себя из этого мира, ясное видение, ясное понимание, полное понимание, что хорошо, что плохо, ответы на все вопросы, реализация идеала. Все, что можно себе представить, все это было бы в мире и не было бы места для меня, для моих решений, для моего выбора, для моих переживаний, для человека вообще. Поэтому нужно было создать место, в котором для человека было бы мир, в котором он мог бы работать. И поэтому Бог как бы убирает себя из этого мира. И остается то, что называется пустое пространство, а мир, что-то такое, что пустое, но не совсем пустое. То есть природный мир, природный мир, который называется игуль, то есть круг, шар, неважно. Что-то, в котором, мир такой, в котором самое главное его использует, это округлость. Что значит округлость? У него нет никакого направления. Он живет в постоянном повторении одних и тех же событий. как бы. Ну, то есть есть какие-то изменения. Но все равно после зимы приходит лето, потом после этого осень, после этого опять зима и опять весна и так далее. Листья вырастают, потом они опадают, и можно приклеить зиму одного года к весне другого, и никто ничего не заметит. Как бы есть постоянство и нету продвижения. Вовсе не то, чего Бог хочет от мира. В этом постоянстве, с другой стороны, нету идеала. Много недостатков. Потому что Бог себя отсюда убрал. И в этом пространстве пустое, в котором как бы Бога нету, я еще раз говорю, как бы, потому что если мы скажем, что его нету, мы снова придем к тому противоречию философскому, о котором мы говорили вначале. как же его где-то нету? Он должен быть. То есть его как бы нету. Там есть некоторые остатки, что называется решима, некоторые впечатления, какая-то база. И это на самом деле очень важно, потому что если бы этого не было, мир бы не мог никуда вообще продвинуться, ничто бы ему не помогло. Но вот в этот мир, в котором есть какие-то остатки божественности, на самом деле она там есть, но ее не видно. она представляет себя как будто что-то такое, как что-то, у чего нет цели, у которого нету идей, нету как бы выбора, нету добра и зла. Ничего такого, что мы связываем задачи человека в этом мире, его куда-то продвинуть, основываясь на своем моральном выборе. вот этого всего как бы в круглом мире нет. И вот туда, вот в этот круглый мир входит божественный свет, у которого есть направление. И у нас получается соединение круглого мира, в котором направления нет, и мира, в котором есть свет, есть направление, есть задания, есть заповеди, есть тара. это две как бы базовые основы этого мира. С одной стороны, есть природный мир, а с другой стороны, есть мир откровения, мир Бога, мир тары, который нам что-то сообщает, который нас направляет, чтобы мы продвинулись к цели. И я думаю, что эти понятия богословения и святости, они связаны с этими двумя аспектами. Потому что, на самом деле, Бог оставил в этом мире достаточно материала, чтобы мы могли его воспринять, услышать, найти. Но, тем не менее, у человечества это не получается. То есть, тара не дана людям с самого начала. С самого начала есть какое-то ожидание такое человечества, что без всякой тары, без всякого направления, даже без откровения, может быть, мы можем взять и вот на основе этого остаточного божественного присутствия в мире найти правильный путь. Потому что в мире он есть. Здесь не только царит закон джунглей, здесь не только царит сильный, всегда прав, и дикая природа там. что хочет, то и делает. И человек как бы бессилен в ней, если его, если он не получил тару. Теоретически, возможно, от нас ожидалось, или от человечества ожидалось, что он Бога найдет в мире без дополнительного обучения. Ну, скажем, пример такой. Вот ребенок растет в семье, если ему не говорить, вот это вот обижать маленьких плохо, а врать нехорошо, а вот хорошо помогать старушкам переходить через дорогу. Вообще, так сказать, постоянно мы, когда воспитываем детей, даем им правильную ориентацию. Вот это хорошо, вот это плохо. Словами объясняем, вот это хорошо, почему хорошо, вот представь себе, а тебе бы было неприятно это, это не дело неприятно другому, и так далее. Но, а если это всего человеку не говорить, то он просто живет и растет в семье, в которой все хорошо поступают. Все переводят старушку через дорогу, все к нему добры, все ему все время делают добро, и он видит, что с людьми, с другими родители хорошо поступают, никого не обманывают, ни на кого не сердятся, делают добро всем. Теретически, даже если ему не не капать на мозги все время, будь хороший, не будь плохой, вообще говоря, можно себе представить, что человек, что ребенок, только воспринимая окружающую атмосферу в доме, который целиком добро, он сможет как бы построить свой правильный путь. Но такого тоже не бывает, чтобы целиком добро, потому что все мы какие-то, какие-то у нас есть недостатки. И маленькому человеку приходится разбираться, что хорошо, что плохо. Иногда мама говорит, но я тоже не идеальная, у меня сил нет, я просто не могу. Оставьте меня в покое. Я кончилась, например. Но бывает такое, как это так, мама, которая всегда все может, и все успевает, и всех кормит, и всех утешает, а тут вдруг она пришла, такая несчастная с работой, ее обидели, закрыла дверь в свою комнату и говорит, дайте мне полчаса жизни. Как это так? Ну, к примеру, есть всякие негативные вещи, которые происходят в семье, и человек должен как-то разобраться на основе внутреннего ощущения, возможно, без всяких дополнительных, без всяких дополнительных назиданий можно разобраться, что хорошо, что плохо. Но, наверное, это все-таки недостатки. То есть, я такой пример привела человека, который попадает в мир, в котором есть и добро, и зло. Есть хорошее, есть плохое. Есть закон джунглей, есть милосердие, там, мать заботится о детях, есть совместные какие-то взаимоуважения там между животными, там, это моя территория, это твоя, мы иногда вместе будем охотиться, там, я не знаю. Есть многие такие вещи позитивные, правильные в мире, с которых мы могли бы учиться. И Талмудом говорит, что если бы нам не была тара, мы бы учили скромность от кошки, и что-то там такое от петуха. Есть откуда выучить. Но человек слаб, он теряется в этом мире, да, не будем говорить о грехе, как это повлияло еще сведение плода от дерева познания. Тем не менее, вот то, что еще раз я хотела подчеркнуть и сказать, что очень важная для человечества задача найти Бога вот в этом мире, в мире природы, потому что он там есть. Но, с другой стороны, без того, чтобы это было сформулировано словами, в том, что есть некоторая задача у человека продвигаться к святости, исправлять мир, без этого это не получается. Поэтому две вещи, святость, как бы, с одной стороны, как идеал, с другой стороны, необходимость продвигаться к нему, вот этот вот свет, который в мир входит, и с другой стороны, благословение, то есть божественный след, который он оставил в своем творении, они вот вместе работают в этом мире, как бы мы, это две стороны, которые дают возможность человеку выполнить его задачу. с одной стороны, у него есть в этом мире возможность продвинуться, пользуясь этим божественным благословением, с другой стороны, у него есть святость, то, к чему он должен стремиться, та цель, которую ему всевышний задал. Как было понятно? да? Потому что, Лена? Да, Ну, вы нарисовали картину вот Игулим и Йошер, насколько я понял. Да, да, да. И остался вопрос, как это соотносится с благословением и святостью? А вот это, мне кажется, у Маниту особенно, это как раз соотносится, что Игулим это благословение, а Йошер это решимое. Я, по-моему, это сказала, может быть, не очень часто, да, что это благословение, там есть печать всевышнего. Он сам говорил, он оставил в мире свой след. След, это очень похоже, это, ну, словами Маниту, но, как бы предполагаю, он подразумевает решимое. То есть в мире есть базы, есть основы, есть с чем работать. Вот это вот Игулим. То есть эти Игулим, они не совершенно оторваны от Бога, в них есть решимое, в них есть его след. И есть это благословение, которое человек может ощущать, и которое он может претворять, использовать его, передавать дальше, увеличивать его. А святость – это направление, это туда, цель, к которому мы стремимся. То есть это свет, который Всевышний в этот мир вводит. Понятно, да? Ну, хорошо. Да, теперь понятно. Мне кажется, что вот это так, и я думаю, что дальше будет, может быть, даже больше понятно. Теперь вопрос следующий. Боятся ли мне или не боятся выставить текст в задание? Рискнем. Рискнем? Хорошо, ладно, попробуем. Делал не было. Отлично, все есть. Да, а у меня что-то… Ну, если вы… Ну, я не вижу. Так. А у меня нету текста на экране. Ай-яй-яй. У вас я вижу, а у тебя какая-нибудь задача. Ладно, сейчас я такую открою просто у тебя. Может, наше окно свернуть, где вот видео, а тогда поедет. Ну, хорошо, если вы, извините, очень хорошо. Это шестой день, седьмой, восьмой день, и какая связь между ними, и благословил Бог день седьмой, и осветил его, и в этот день отдыхал все работы свои, которые совершил Бог созидая. Ну, опять неправильный перевод. Где-то я его беру, каждый раз, забывая поправить. На самом деле, которые совершил Бог для того, чтобы делать. Лассо. Это, в общем-то, ближе намного к подходу мне, поскольку всю работу, которую Бог делал, в шесть дней Он делал для нас, чтобы мы ее делали. А созидая это вообще непонятно. Раша благословила его Манам, ибо во все дни недели выпадает по одному умер у Манна на человека, а в шестой день хлеба вдвойне. И осветил он его Манам, который совсем не будет выпадать в субботу. Этот стих относится к будущему. Это Раша. То есть, мы здесь видим, это очень известный пример того, что вот эти вот понятия, которые приведены в начале книги «Бытие» и вроде бы совершенно непонятные, без того объяснения, которое мы давали до этого богословения и святости. Раша объясняет очень простым образом через будущее, через то, что богословение, оно умножение, и поэтому оно реализуется при выходе из Египта. Слышно меня? Да? Тем, что выпадает двойная порция Манна. Умножение, значит, вот-вот-вот печать. Двойная порция Манна выпадает, это и есть богословение. А освещение тем, что в седьмой день он не выпадает. Освещение это некоторые изменения, отделения, что-то не то, что обычно. Вот в седьмой день он освещен, он особенный, в него Манна не выпадает. Все очень просто. Да, ну, Мангетту, конечно, объяснит там более подробно. Раша говорит здесь о поколении пустыни, и о тех событиях, происходящих с ними. Какое-то у меня сожалению, здесь очень неотредактированный текст, очень прошу прощения. Богословение Манна каждый будний день спускался точно в соответствии с числом людей, бывших там. Каждое утро, когда они просыпались и выходили из шатров, они находили нужную готовую порцию еды. Шестой день спускалась дополнительная порция Манна, и по этой причине богословения, то есть, она спускалась дополнительной порции для субботнего дня. И по этой причине богословения дополнительная сущность есть именно в шестой день. Это то, о чем мы говорили. Перед тем, как Бог и ушел из мира, в шестой день он добавил богословение в мир. По этой же причине есть обычаи в субботу и в празднике произносить богословение на хлеб на две халы, чтобы напомнить о двойной порции, которую сыновья Израиля получали в пустыне в шестой день. Святость Манна заключается в том, что в субботу Манн не появлялся совсем. Святость это разделение и перерыв происходило именно в седьмой день, и поэтому субботние порции и благословение спускались в шестой день. И вот шестой день, когда подготовят то, что принесут, окажутся вдвойне против того, что собирают каждый день. А на седьмой день все, что нужно человеку уже присутствовало в реальности. То есть мы сейчас Раша отнес два слова, сказанные про субботу в книге «Бытия» с этой картинкой, которая реализуется в реальности. Вот реальная картинка, которая реализуется при выходе из Египта. Вот ее можно потрогать. Это не просто какие-то абстрактные понятия, они привязаны к реальности. И вот то, что происходит с Маном. И это же соотносится с творением. то, что происходит перед началом субботы, когда в мир добавляется благословение. И то, что потом наступает суббота, и Бог уходит из мира, все это уже демонстрируется при выходе из Египта через Ман. А на седьмой день все, что нужно человеку, уже присутствует в реальности. То есть, закончил он свою работу, они уже собрали этот Ман, и больше ничего не нужно. И сказал Маше, ешьте его сегодня, суббота, седень Господу, сегодня найдете его в поле. Всевышнего нет, благословение уже дано, дополнительного не будет. Шесть дней собирайте его, в седьмой субботы не будете вам. Раша делает вывод, Писание говорит о будущем, события поколения пустыни были будущим для времени сотворения мира. Раша хочет научить нас тому, что благословение, данное Творцом в пятницу, и святость, данное накануне седьмого дня, переживала целая нация в процессе исхода из Египта. Вот эти абстрактные понятия благословения и святость, мы переживали их в процессе исхода из Египта. Реально. Богословение и святости таинственное и неясное. Ну, да, и все равно благословение освятил, а для нас, понятно, это был конкретный штука. Для народа Израиля эти условия реальны и осязаемы. В конце комментарий Раша говорит, этот стих относится к будущему. События поколения простыни произошли в будущем по отношению ко времени сотворения мира. Раша хочет научить нас тому, что это богословение, данное Творцом в шестой день, и эту святость, данную миру, на границе седьмого дня, дарования Тары на горе Синай был моментом истории, который больше не повторился. Это некое событие, которое действительно уникальное. В это время мир перестал функционировать по законам природы и вернулся в эпоху Творения. Неожиданно Бог решил, что больше так нельзя, ничего не получится без откровения, и нужно вернуться в эпоху Творения. Нужно весь мир вернуть, потому что на опыт человечества показывает, что без этого мир не может продвинуться, значит, нужно какое-то временное изменение порядка природы. Он возвращает мир в эпоху Творения, в мир, в котором Творец был открыт и божественное проведение ясно. То есть еще до того, как он скрылся из мира. В этот пророческий момент мир функционировал так, как если бы седьмой день закончился и начался восьмой день. Это был день, когда создатель перестал скрываться и был открыт его творением во все великолепие и славы. То есть откровение, оно приносит в мир абсолют, полную истину, которая на самом деле не оставляет места ничего другого. И в этот момент полной истины он позволяет войти в мир в мир этого света, который направляет потом человек. По монету затем случился грех золотого тельца и человечество вернулось в естественный мир седьмого дня. Наверное, так оно и есть. Но я все-таки еще хотела сказать, что вот это открытие полной истины, оно совершенно нестерпимо для человечества, для людей. Потому что люди, евреи, которые стояли у Горесина, не в состоянии были слушать божественный голос. Когда перед ними открывается полная истина, становится невыносимой. Человек живет в мире, который на самом деле является миром не просто несовершенным, сокрытие. В нем истина сокрыта. Он называется «Алама дешитра» «Мир лжи». Нам почти всегда невыносимо знать правду. Поэтому только уникальные люди, такие как пророки, они в состоянии эту правду знать и каким-то образом пересказывать людям. Быть посредником между бесконечной и абсолютной истиной и реальностью, в которую она не может войти целиком. Иначе вся реальность исчезнет. То есть реальность нашего мира переваривает эту абсолютную истину постепенно, постепенно продвигаясь к ней. поскольку евреи не смогли слушать божественный голос, они сказали Маше, ты вот разговаривай с Богом и пересказывай нам. Поэтому так дальше все идет. Народ состоит через пророков в какой-то передаче, с какой-то неабсорбцией, как же это называется? Когда приспосабливают нечто большое к чему-то? посреднюю. Посреднюю? А? Нет. Нет. Адаптации. Адаптации, вот, да, да. Какой-то адаптации. Бывает слова, как раз. Вот. Видимо, потому что они услышали это в адаптации. Они все-таки не поднялись на ту ступень, которую могли бы подняться в этот момент. И поэтому потом происходит, я думаю, грех золотого тельца. Он происходит, и человечество вернулось в естественный мир седьмого дня. Но, тем не менее, все человечество, тем не менее, это не бессмысленно, безусловно, все человечество осознало, что произошла огромная пауза в истории, в процессе которой весь народ жил так, как будто он уже достиг конца седьмого дня. Было божественное слово, было откровение всему народу. Мы не могли его выдержать долго. Тем не менее, оно было. и этот момент, он так, как будто уже было написано, и было вечер, и было утро, день седьмого. То есть, некоторый, некоторый такой отблеск будущего в настоящем. если бы выдержал испытание, однако этот перерыв, случившийся в жизни поколения пустыни, был дан человечеству как образец того, что произойдет в нашем будущем в конце седьмого дня. Будет откровение, будет контакт с Всевышним. По этой причине также упоминание об исходе не менее важно, чем упоминание сотворения мира. Да, мы упоминаем в субботу как о сотворении мира, так и упоминание об исходе. Казалось бы, но это, конечно, важный этап для народа Израиля, формирование народа, откровений тоже немало. Много чего есть важных праздников, и мы все их упоминаем, но выход из Египта для нас самый важный. Во всех праздниках, когда мы празднуем, говорят, «Зефир и Сиат Митраема», память о выходе из Египта, во всех праздниках. Постоянно эта фраза повторяется, потому что она не менее важна. Она как бы свидетельствует того, напоминание о творении в процессе истории, связь всей истории с творением. Откровение, которое проявляется в истории, которое заложено с самого начала творения. Народ Израиля мог бы начать восьмой день, если вы великий воспитание, это мы сказали. Слова памяти о бесходе и слова памяти о делах творения создают параллельно этими двумя великими событиями. Что случилось в исходе? Целый народ пережил творение мира, процесс благословения, ощутил святость начала и достиг конца седьмого дня, чтобы ощутить смысл восьмого дня, смысл цели истории. здесь следует отменить различия между исландовским и христианским подходами к смыслу и роли человеческой истории и тем подходом, который представлен в старе. Согласно еврейской концепции, человечество находится в седьмом дня творения. Человек свободен, потому что он находится в естественном мире, в котором законы природы фиксированы, и в этих рамках развивается история человечества. Целью человеческой истории является достижение восьмого дня мессианского времени. Согласно царе, так уже после шестого дня, когда человек был сотворен. То есть в шестой день его сотворили и дали ему свободу выбора. С другой стороны, он все еще свободен до восьмого дня. И в этом мире история – это реализация божественного идеала. Нам дали задание «Бог ушел из этого мира», и до восьмого дня мы должны этот идеал реализовывать. Вот почему еврейский день отдыха приходится на субботу, на седьмой день недели, это понятно. Как мы в нем находимся. Согласно исламу, человечество все еще находится на шестом дне творения. Он пока еще не свободен. Итворец управляет всем. То есть ислам в принципе его природа такая, что творец управляет всем, фатализмом, все мухтам, все предсказано, все записано. На самом деле никакой свободы выбора нет. Это мир общий для человека и животных, и в этом причина глубокого мусульманского фатализма. Поскольку у человека нет свободного выбора на самом деле, ему также нет понятия моральной ответственности. Ну, на самом деле, все записано, все предсказано. Ничего ты не можешь изменить, ничего все уже за тебя заранее решено, то вопрос ответственности гораздо более слабый. Мир как иллюзия шестого дня, идеальный мир без истории. Это вот мусульманский. По этой же причине мусульмане отмечают свой субботний день, тогда, пятница. Только недавно мусульмане стали пробуждаться и осознавать, что они на самом деле живут в мире седьмого дня. То есть что-то у них в мусульманской теологии стало сдвигаться в этом отношении. Они начинают входить в историю, чтобы привести в реальность соответствие с идеалом. Тут приводит редактор в своих комментариях, она пишет в своей статье в Джерусалим на французском. Раб Ашкенази пишет «Ислам не создаёт для нас теологические проблемы. Вера мусульман в единого Бога совпадает с нашей верой. Однако в области морали существуют проблемы. Исламскому сознанию трудно усвоить понятие моральной ответственности, поскольку с их точки зрения Бог считает всё единолично. Мусульманин, который считает, что человек свободен, подрывает свою религию. Предположение, что человек свободен нарушает всевышний приоритет Бога. Как сказано, всё записано. Маккор, всё записано. С другой стороны, согласно христианству, человек уже живёт в восьмом дне. Поскольку согласно их вере, мессия уже пришёл, человек перестал быть свободным, и в мире осталось только благодать, божественная милость, дарованная свободной и равной степени человеку и животным. По их убеждениям, человек уже прошёл испытание седьмого дня, выполнил всю тару, и заповеди больше не нужны. Также в христианстве поскольку человек перестал быть свободным, нет мессии моря ответственности. Как только мы уменьшаем важность свободы выбора, то сразу встаёт вопрос ответственности. Если свободы выбора у меня нет, то какая может быть ответственность? христианский мир считает, что мы уже находимся восьмого дня, то есть всё вокруг это уже Улам-Аббаб, будущий мир. Это мир иллюзии восьмого дня, мир истории без идеала, то есть идеал достижим, стоящий в дверь. Проблема христианства заключается в том, что вопреки ожиданиям не произошло позитивных изменений после пришествия христианского мессии. Но это понятно. Мир не стал лучше или моральнее, чем был раньше. Не то, что он совсем не стал лучше, он постепенно становится лучше, я думаю. Но не было никакого переворота в тот момент, когда пришёл христианский мессиян. Мы ещё очень далеки до полного идеала. Реализация христианского идеала никак не повлияла на историю, не принесло улучшения. Христиане также начинают пробуждаться, часто начинают понимать, что они всё ещё живут в мире седьмого дня. Они ищут талмуд, чтобы воплотить идеал в реальность. Те, кто понимает, что стоит за христианской концепцией, не удивляются тому, что христиане празднуют свою субботу и воскресенье. То есть, фактически, восьмой день после еврейской субботы. Потому что, есть какие-то мысли интересные. Давайте я уберу. у меня есть мысль, Нехама, добрый вечер. Добрый вечер. Да, у меня есть мысль, что получается, что суббота это как бы маленький день выбора за всю неделю. Выбора? Да, вот за всю неделю вот именно вот наша еврейская суббота, вот, она является днем выбора. Как раз вот мы ничего не делаем, мы кушаем и думаем всю неделю вот как бы выбираем. Получается так, наверное? Ну, все-то, да. И на самом деле мы выбираем все время, каждый день и каждый миг, это правда. но это вот как и то бывает. Я бы сказала, что в субботу мы это празднуем. Да, да, даже скорее, да, выбор сделок, есть что отпраздновать. Наверное, так. Похоже. наоборот, казалось бы, всю неделю делали выбор, да, какие продукты взять с собой в субботу, чтобы их там съесть, которые получше. Ой, пропал, пропал звук. А, сейчас слышу. Да, да. Да, в субботу наоборот уже празднуем с тем, что выбрали раньше. Ну, вот я это говорю, мы празднуем наш выбор в субботу. Он говорил в мониторе раньше об этом. Почему субботу мы празднуем? Потому что мы должны понять, где мы находимся, в принципе. В субботу мы как бы осознаем, что мы находимся в субботе творца в этот момент. мы сейчас живем в седьмом дне. Вау, творец в этот день на самом деле ничего не делает, но мы напомним себе в этот момент, что мы не будем ничего делать. Это не так относится к вопросу выбора в данный момент, как к вопросу, ну, может быть, и к вопросу выбора тоже. то, что в общем все, что мы делаем в этом мире очень сильно работа и все остальное это зависит от нашего выбора. Преобразование мира и так далее. Мы выбираем, что преобразовывать. И это тоже моральный выбор. То есть суббота это какой-то ци, он как бы сказать, отметка, да? которую мы себе ставим о том, где мы находимся. Мы находимся седьмого дня все время. И поэтому очень интересно, что действительно все совпадает совершенно. Мусульмане не случайно взяли, или там, христиане не случайно взяли себе восьмой день в воскресенье за как праздник. Подчеркнуть, что мы уже находимся в восьмом дне. суббота уже прошла, что все теперь уже настал восьмой день. это соотносится, да, съема шмени, есть такая недельный разъем шмени в Таре, где говорится о построении храма. Связанные вещи. Храм это внесение святости, то есть божественного присутствия в наш мир, который, в общем, тоже некая граница того. Что вообще говоря, храм, это место контакта со Всевышним, который абсолютный, который истинный. И он не случайно все время разрушается, храм, да, потому что этот контакт в мире, в котором который несовершенен, в котором много лжи, в котором это соединение не может быть прочным. В какой-то момент оно разрушается. Первый храм, и второй храм. Поэтому мечта о третьем храме это мечта о том, что будет создано такое соединение, которое не разрушится, которое позволит миру уже продвинуться так близко к Всевышнему, что контакт будет возможен. И это восьмой день, поэтому построение храма оно тоже связано с восьмым днем, и это подчеркивается повторяя восьмой день. Добрый вечер. Михаил, а в контексте сказанного можно вопрос задать? Да, обязательно. То есть то, что было сказано о о дне, о том, что мусульмане выбирают пятый день, а христиане выбирают шестой, да? Мусульмане шестой выбирают, а христиане восьмой. Что? У христиан восьмой, да, у мусульман шестой, да. Вот, в контексте этого, имеет значение именно выбор самого дня, или ценностное значение этого выбора, оно в самом дне, или в том, что этот день не ретранслирует? То есть видимо, видимость через праздного этого дня видимость своего мировосприятия, как того, что еще не наступило, или того, что уже наступило, или вот того, что ожидается. Я думаю, да, это символ своей концепции, своего мировосприятия. Не случайно мусульмане, они как бы выбирая, перенося в субботу, или то есть суббота это как бы символ того для нас, что мы живем в седьмом дне, да, в седьмом дне Творца, да, в шесть дней творения, а весь следующий мир это его седьмой день, все, что происходит после. Ну, то есть вопрос я сложно задал, возможно, возможно, я перефразирую. То есть ценность празднования этого дня заключается только в символизме? Вы хотите сказать, это только символ, или тут они... Или день является тоже ценностью? Я понимаю, что это, то, что они выбрали этот день, это тоже как-то влияет на их мировоззрение. Вы хотите это сказать? Нет? Немножко не о мировоззрении, то, что выражается мировоззрение через празднование дня, это понятно, да? А вот ценность самого дня при этом не уморачивается, если вот наделять его только символическим смыслом? Или все-таки сам день, сам по себе, он тоже является ценностью? Не ценность, а в нем есть определенный... Секунду, может быть, заменим слово ценность на слово смысл, тогда будет более понятно. У каждого дня недели есть определенный смысл. Не случайно там, допустим, в какой-то день, неделя мы читаем Тару, там, Шиних и Миши, да? Или, например, в Талмуде есть... обсуждается, в какие дни надо выходить замуж. Вот лучше выходить замуж в такие дни, когда было сказано там два раза китов, хорошо, да? Увидев Бог, что это хорошо. Потому что в этом... или в какой-то другой день, когда там было благословение, да? Неважно, я сейчас не хочу подробности этого дискуссии, но не просто так, да, вот выбираем мы день, когда жениться, поскольку вот в этом дне, начиная с дней творения, есть какой-то добавочный смысл, есть какой-то аура дня творения, есть что-то, что он несет сам по себе. И когда они выбрали этот день, и в день его празднуют, я думаю, вот эта аура, допустим, это очень такое слово, непонятное, но смысл этого дня, содержание этого дня, оно как-то влияет на него, я думаю, если это то, что вы спрашиваете. Вот в контексте книги «Исход» люди получают заповедь, народ Израиля получает эту заповедь и по умолчанию ее выполняют, да, без осознания там какого-то смысла, возможно, вот, наверное, никто не объяснял значение символическое исключение. Ну, мы не знаем, насколько объясняли, но, во-первых, они уже получили заповедь в субботу, так, как говорят наши комментаторы, что они получили заповедь в субботу еще до Синайского откровения, но там она входит уже в 10 заповедей, да, то есть заповеди у них есть. Может быть, потом мыше конкретно подробности рассказывает, что точно входит, выносить, вносить, там, это уже деталь. Но заповеди у них есть и кроме того, что у них есть заповедь, они еще ее видят в материальном воплощении того, что манн выпадает вдвое больше это богословение, и манн не выпадает совсем это, как мы говорили, святость, освящение. Это две вещи, которыми связано творение и его реализация при выходе из Египта. Я, насколько читал приведенный вами пример по поводу манна, я его прочитал довольно-таки тупо. Так что, если выпадает перед шаббатом выпадает двойная порция, это для того, чтобы люди просто не работали, собирая манн, да? То есть, ну, довольно-таки тупое восприятие, которое... Нет, в субботу выпадает двойная порция, поскольку там есть дополнительное богословение в мир. и это монету говорит, что вот это переживание, которое было... Просто переживание того, что они там видели, что у них выпала двойная порция на субботу, и второе, что переживание, что в субботу не выпадает манна, то есть, это особенный отличный день, это как бы демонстрировало нам сегодня и, возможно, им там, как устроен мир, что мир до шестого дня Бог в нем присутствовал и добавил туда благословение, а в седьмой день он из мира ушел и оставил нам это благословение, чтобы мы дальше работали в мире в седьмой день, в седьмой день Творца. Это вы сейчас сказали в отношении творения мира, да, что Творец присутствовал, а потом ушел. Да, 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 это был момент сотворения мира, вот такая картинка была. Сначала Бог был в мире шесть дней, потом он скрыл себя в седьмой день, мы все сейчас живем в седьмой день Творца, его сейчас в мире, мы его не видим открыто, и если мы сегодня говорили, что во время откровения Зинайского это изменилось, то это изменилось на какой-то краткий миг, на самом деле, просто нам показать, что Бог существует, хотя и скрыт, дать какую-то дополнительную возможность, которая явно, конечно, не могла быть реализована, прийти в восьмой день, некоторый отблеск восьмого дня, когда он снова откроется в мире, когда человек выполнит свое назначение. С другой стороны, вот эта картинка, что Бог дал свое благословение миру и направил человека к святости, она параллельна тому, что происходит в реальном мире при выходе из Египта. Они собирают двойную порцию благословения у них в Йом-Шиши, а в седьмой день контакта нету, манна не выпадает. Это некоторый параллель такая. Многие вещи мы иногда осознаем, просто переживая их в нашей жизни. Есть какие-то теории, есть какие-то представления, есть какая-то структура, которая существовала при творении. На самом деле мы только о ней слышим, а как оно было? Мы можем ожидать теоретически, а как оно было, мы это не знаем, нас там не было и представить себе не можем. И неожиданно вот эта вещь реализуется в очень простых вещах, в том, что мы едим. Но манна, она, конечно, не простая вещь, она чудесная, но тем не менее это реальность, которая существовала у евреев все время при выходе из Египта. Каждую неделю повторялась вот эта картина творения мира, добавление богословения и уходы отличия седьмого дня от других дней недели. Нехам, а я не знаю, насколько уместно будет коснуться этого вопроса в контексте данного урока, но я сейчас знакомлюсь с основами кабалы из книги Финха Саполонского. Так вот, там говорится о том, что Господь подвинулся, создавая мир. А вы не с самого начала урока, да? С самого начала. А я же про это вроде говорила. Вы говорили, да, но вот сейчас вы коснулись того, что Господь присутствовал в мире, а потом Он удалился. Но само создание мира я из книги воспринял как то, что само создание мира являлось следствием того, что Бог уже отделил, отделился, ну, создал вот то, о чем вы говорили, круглое пространство, да, которое не имеет направленности. Вот, как-то оно само по себе уже является таким вакуумом с рассеянным светом, насколько я так это все воспринимал из книги. Таким вакуумом, в котором теперь возможен выбор. Если бы там было явное присутствие Бога, то, или я вот даже, например, воспринимаю Шаббат как такое особое присутствие Бога в этот день. Скажем, какой день сотворения мира? В какой день мир сотворен был? Да. Это, 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 в какой, в какой день завершен был? Не, ну, в какой, ладно, скажем так. На самом деле все эти 6 дней для нас это непонятная вещь. И это все символически о том, что мы говорили о творении, как оно переходило из дня в день, как создавалось мир из хаоса. Я думаю, я думаю, что мы можем говорить о вот эту картину строить. Сейчас, как бы это сказать. У нас есть картинка вот такая, да, общая. Игуллим Бьёша, то, что мы говорили, да? это не временная картинка. Она никак не соотносится со временем. Поэтому бессмысленно спрашивать, в какой момент это произошло. Начало сотворения мира у нас идет время, да? И вот в этом времени разворачивается схема общая. Но схема существует вне времени. Понимаете, что я хочу сказать? Схема вот этой Игуллим, она существует в первый день творения, во второй день творения, в седьмой день творения, сегодня, завтра. Она все время существует. Синцум все время происходит. Это не то, что он когда-то произошел, это не часть времени, это общая схема. Все, все, что все каббалистические вот эти структуры, там, все эти миры, там, да, допустим, четыре мира. Это не часть времени, это общая схема. Общая схема, по которой мир все время функционирует. И в процессе сотворения мира, и в процессе истории это раскручивает эту схему. То есть она все время существует, и по ней история с другой стороны начинает функционировать. То есть то, что в какой-то момент времени Бог исчезает из мира, уходит и скрывает себя, это в соответствии со схемой Гури-Миоса. Но она все время есть. Это не то, что было до сотворения мира и потом исчезло. Это все время есть. Пустое пространство есть все время. Допустим, я, как это сказать, я когда-то такой же пример приводила. У человека есть замысел книги, да, и он его там все время пишет. И он потом все время носит исправление, добавление и так далее. Книга существует сама по себе, а автор сам по себе. Замысел книги у него в голове все время существует. И он ее, как бы, время, которое происходит в книге, оно совершенно никак не соотносится со временем этого человека, автора, допустим, или схемой, которая у него в голове. Или, допустим, у нас есть какой-то работающий механизм, да, мотор. У мотора есть автор, допустим, он придумал, как этот мотор построить. Идея такая интересная, какая-то была специальная. Не важно, какой мотор. Потом он нарисовал чертеж, потом эти детали их вытащили и собрали, потом вот мотор запустили. В работающем моторе все это есть. Идея, чертеж, и все остальное. Но, понимаете, это разные совершенно аналогии, они не полные аналогии. Но просто объяснить, что время, в котором работает мотор, это никакого отношения не имеет к чертежам. Чертежи лежатся на полке, они там есть. Да? Это еще идея, наверное, первого века. Христианам была известна вот эта выражение как будто бы из Евангелия Иоанна. Вначале было слово, и это было взято из традиции еврейской, еврейской традиции того времени. То, что вначале есть идея, потом эта идея находит выражение. То, что вы сказали. это не вначале, оно существует все время. Вот скажем, мы говорим там четыре мира, Атселут, Брия, Юсера и Асия. Это не то, что там сначала был Атселут, потом Бог сделал это самое, создал мир Брия, потом Юсера, а потом Асия. Нет, это не так. Они все время явились. Все миры проявляют. Только в нашем мире они проявляют по-разному. Я не думаю, что стоит искать аналогии с Платоном или с христианством, хотя там могут быть похожие идеи с пещерой, например, с Платоном. Наш мир это как бы тени каких-то общих идей. Я правильно понял вас? что вы сказали, что Цым-Цум это можно сказать такое время, когда Творец не проявляется явно, а проявляется только через законы природы, через постоянство, какие-то законы нерушимые и все остальные вещи, а вот например, события не выходят за рамки природных законов. В нашем мире как бы есть и гулины, есть и природные законы, есть идеалы и есть стара, да? Все это существует у нас именно. Правда? Но они, как мы видели, они на временной шкале не приходят сразу, хотя они все время есть, они всегда были, там начало творения, но в реализации они двигаются одно с другим. Сначала как бы был природный мир, а потом в него приходит откровение, свет, который продвигает мир дальше. Ну, я надеюсь дальше по уроку понять смысл. Не, но я не знаю, это не просто вообще все представить, да, я специально как бы хотела картинку полистическую рисовать, именно чтобы подчеркнуть вот эти вот две идеи, которые Маниту говорил, а богословение и святости. И как они реализуются в нашем мире. Что богословение это как бы то, что есть в этом мире, а святость это то, куда нас Бог направляет, это цель, к которой мы стремимся и движение к этой цель. То есть во время то, что отличает божественные миры от мира нашего, мира действия, это то, что у нас есть время. Всякие вещи, которые описывает Каббала вне временной, что это структуры какие-то, что это какие-то идеи, какие-то картинки, они в нашем мире раскрываются во времени. Например, удивительно. Например, скажем, ну, для примера, хотя мы об этом ничего не говорили, разбиение сосудов. Как бы разбиение сосудов это не то, что один раз произошло во время во времена Золотого Тельца. Бог дал евреям вторую, вот такая она, как мы сейчас сказали, такой уникальный случай откровения, возвращения к творению, возможность прийти к концу времен, реализоваться и все такое. То есть очень-очень много света мы получили и не смогли его переварить, воспринять, реализовать как нужно, получился Золотой Телец. Разбитие сосудов. То есть это некоторое развитие событий во времени. С другой стороны, идея сверостки вот эта идея того, что сосуды нашего мира, структуры нашего мира не в состоянии перенести, вынести полное божественное благо, полный божественный свет, что они просто на этом ломаются и приходится все начинать заново и строить заново, она все время существует. Если бы наш мир мог был сделан как бы изначально совершенным, он вместил божественный свет. С самого начала все было бы хорошо, никакого времени не было бы. Но поскольку Бог не так хотел, он хотел, чтобы мир развивался, и эти килим, сосуды, инструменты, структуры нашего мира все время совершенствовали через нас, через наш моральный выбор, через нашу работу, то он это построил мир несовершенным. И вот мы продвигаемся по этому несовершенному миру, постепенно его совершенствуя и как бы доводя до такого состояния, что мы сможем воспринимать мир, сможем воспринимать божественный свет во всей его полноте. Но временами случается такая ситуация, когда нам кажется, что мы сейчас или Богу кажется, или он очередной эксперимент проводит с нами, что мы сейчас восприним божественный свет, он нам дает много, а мы не в состоянии это переварить. И опять ломается. То есть это модель, которая несколько раз, иногда много раз расключивается во времени. Но она постоянно существует, потому что такое соотношение существует постоянно. Не знаю, понятнее ли было? Нехам, а можно ли сказать, что дарование Торы, о котором писал Маниту, это было на языке кабалы? Ой, я не слышу. Дарование Торы, это был тот самый луч, протянутый в пространство цимцума, пронзающий все вот эти гулим, который потом уже дальше начал сокращаться, что выразилось в том, что они отстранились, не смогли слушать все и так далее. Я думаю, да. Это как бы, опять же, это не то, что вот мы пришли к этому моменту, когда это не то, что вот эта картинка, мы ее развернули во времени, она все время есть, есть все время игули, есть все время этот кард. Но вот здесь вот в этом временном, на этом временном отрезке она вот выразилась таким образом. Да, я думаю, конечно. это картинка, которая возвращается, она может быть в крупном и в мелком, она, это некая схема, которую мы видим все время в нашей жизни. То есть просто в этой ситуации взорование сары, она максимально проявленная, потому что, безусловно, сары это вот луч света, который Бог посылает в мир, который дает миру закон, который дает миру направление, который дает миру цель. Он действительно откровение приходит в мир и прямым языком говорит, вы должны двигаться в определенном направлении, выполнять определенные законы. Заповеди это вот наша возможность реализовать этот самый цель. А что тогда исход из Египта в этой схеме? Обязательно обязательно к чему что-то приклеить. Исход из Египта то есть наверное да. Есть тут есть такое там ну есть в Кабале такая как это там собирание исход и так далее. Ну например исход из Египта обычно объясняют кабалисты что нужно было обязательно спуститься в Египт и забрать оттуда исход. это некий такой процесс тоже постоянный процесс из этих самых разбитых сосудов и исход и они существуют в мире их постоянно требуется собирать. Время происходит собирание потом в нем снова происходит сумма они снова называют сосуды это какой-то постоянный процесс постоянной схемы но исход в Египте в общем-то он во многим комментариям происходит для того чтобы собрать забрать из Египта эти искры потому что это Египет буквально самое какое-то такое низкое место в тот момент и выбрать искры позитивную основу в очень глубоком месте в месте большого зла это очень важная и сложная задача и она всегда очередной раз проваливается они оттуда вытаскивают вот эти искры но там оказывается это самый эр-ев-рав и он не не справляется с тем что на него возложено так в поколении происходит что-то похожее прехи евреи из Советского Союза привезли с собой очень много позитивного но из другой страны много и негативного и всегда у нас начинается напряженность и есть разные варианты не обязательно должно сейчас ломаться иногда можно потихонечку как-то выбраться а иногда получается до такой степени потом что-то ломается не знаю ответила я на вопрос не хам я только хотела попросить сам текст потом поставить потому что а я давала а это это так же продолжение да которое в прошлый раз я вообще хотела взять небольшой кусок в прошлый раз случайно взяла очень-очень большой так что там в прошлый раз очень длинный кусок хотя он совсем не отредактировать но случайно меня получил я хотела взять небольшой кусок который я посмотрела на прошлый раз и немножко поправила а почему-то забыла хвост у него отрезать так что он довольно длинный вышел и из-за этого очень много там ляпов и ошибок хотя он вообще не редактировал но я заканчиваю сделать шелханарух снегу закон я закончила я послала литературную редакцию сейчас надо сделать да я думаю можно потом в чате еще немного обсудить чтобы сильно вас не задержать потому что там конечно очень интересные я так оценила монету ну в смысле для меня что-то я у меня было такое желание связать разные понятия чтобы как бы потому что монету они очень связаемые вот такие вот это вот понятие благословения и святости которые так ну и мы рад что это очень часто упоминаем но мне кажется вот это привязка к творению она очень много проясняет но может быть я поэтому мне хотелось как бы связать с каплистической картинкой не знаю насколько это получилось понятно мне так лично очень даже прояснилось потому что на прошлом уроке я не очень поняла особенно когда мы начинаем переходить что-нибудь там с какой-нибудь другой религией я вообще путаюсь но вот это именно что благословение и иман и даже раша сколько раз я видела этот его комментарий никогда в таком это ракурсе не подойдет да хорошо ну давайте тогда на этом остановимся тем более что я сегодня столько-то раскопок отдыхайте спасибо спасибо большое у нас там такой класс на этом конец теперь такая наука мы сегодня там немножко поднимели еще после завязания там а потом он снимал сверху этим дроном все всю здесь большой мы там небольшой кусочек раскопок они здесь в комнате большой где там видим город там минус девятый минус восьмой век до нашей эры то ли еврейский то ли иудаинский то ли израильский то ли иудаинский пока точно мы не знаем но там очень много интересных находок это так впечатляюще когда вот летает и все снимает практически потом написывали мы эти черепки всякие а потом еще я ехала домой и просто хорошо что спасибо вам всем большое спасибо если есть вопросы пишите потому что я иногда чувствую себя косноязычной когда с одной стороны в голове вот так все красиво укладывается когда пытаются эти вот понятия связать и поставить на место может это и правильно я думаю потому что когда слишком гладко все с кабалой это подозрительно потому что она абсолютно с вами согласна потому что ну говорить может кто-то умеет там глажей лучше но от этого понятнее не стану я не уверена я не знаю может быть она может мне мне нравится иногда можно понятнее объяснить но при этом что-то какие-то тонкости пропадают когда пытаются все как бы ничего не не упустить то начинает все как-то немножко расползаться но так с кабалой должно быть потому что она непростая вещь когда пытаются делать ее простой по крайней мере вот Вадим я так думаю проблема в том что когда мы пытаемся свести вот такое сложное к чему-то более-менее удобоваримому и тогда получаются ошибки его невозможно так свести нельзя так все это гладко разложить и представить Рапшерфи говорит всегда что фаболисты всегда смеются потому что они понимают насколько вот их это самые даже самые глубокие постижения тем не менее не описываются в той карте и недалеки от этой полности поэтому надо всегда принимать с большим большой скромностью и пониманием собственно границы но тем не менее мы все-таки пытаемся что-то переварить это понятно время еще не нужно большое вам всем спасибо и на этом я закончу запись спасибо 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 Спасибо.